здравствуйте друзья вчера вечером пришел я с работы пошел в youtube и то что я увидел напомнило мне анекдот такой коротенький что вот штирлиц устала устала опустился на пассажирское сиденье автомобиля и сказал водителю трогай водитель потрогал и обалдел и вот так же точно друзья я обалдел когда вот потрогал то что было на экране значит там видео которое я снял буквально пару дней назад как мы со светой выезжаем из города сан-франциско там по хайвеем туда-сюда то есть там никакого зрительного ряда кроме того что с дороги видно не был там какой-то разговор может терапевтический и вот значит авторские права оказывается я нарушил чита вот там с такой-то секунды по такую-то и там где-то секунд 30 я нарушал авторские права я думаю о жуть значит ну знаете первая мысль то думаешь может там в соседней машине где музыка играла окно открытое было ну я не знаю ну что такое может быть вот когда мы в институт связи учились там военная кафедра была там все были военно обязаны даже девочки то есть девчонки заканчивали там институт будучи лейтенантами советской армии запасе и я вот помню там полковник нам рассказывал а там в то время офицеры многие фронтовики как фронтовики бывшие были то есть такое время было было много фронтовиков и вот он говорит что вот кто главный враг связиста во время войны все говорят ну кто он говорит танки быть причем не немецкий а наши вот так где-нибудь там на ночлег устроился они идут бах и и нет связиста давайте так вот кто главный враг блогера на ю тубе это какой-нибудь посторонний звук который ты вообще нет не то что он тебе не нужен еще и мешает не то что специально пристроился какую-то музыку все вставлять я тебя умоляю вот я снимал какое-то автомобильное шоу а там репродуктор и значит гремит какая-то музыка и мне там сразу пачка клеймов что я типа использую чужую чужую копирайтную музыку это может быть например вот я помню снимал девушку она танцевала на набережной санта-круз и рядом с ней стоял мужичок держал ну что это было я даже не кассетничка какой-то чуть ли не с селфона но что такая музычка играл вот и я снимал как девушка танцует а мне бах значит клейм чужую музыку использовался в общем вот такого плана то есть достали правда вот уже когда идешь куда-то в магазин бывает заходишь просто в магазин и вот снял бы чего-то а там музыка играет думаешь на всех нафиг да ну к чему рассказываю к тому что достали вот и тут я смотрю что они собственно от меня хотят на на хайвей то что еду я по хайвею даже не по городской улице вообще по хайвею еду никого не трогу а эта контора которая мне значит клейм выставила она как-то называется странно что такое не поймешь чего латинскими буквами все это потом тире и дальше латинскими же буквами но по-русски слова знаки думаю чё за знаки и какие-то я имиджи у них спер понимаете оказывается это не книг звуку претензий от каким-то имиджем ну я начинаю внимательнейшим образом рассматривать что собственно там за видеоряд в эти там 30 секунд а в эти 30 секунд я проезжаю по хайвею можем выбрались из города едем по хайвею но на выходе из города как бы только только вышли и там вот вы видите впереди мостик такой да вот пересекающие там машинки идут но это тоже такой маленький местный привычек так вот а на том привык который в кадре там еще вот такие зеленые знаки видите вот там впереди тоже есть зеленые знаки только они на земле стоят а там эти зеленые знаки с привык с мостик точнее с мостика вниз свешивались там было написано выход туда выход сюда но обычные знаки ну что вы сейчас поедем мы сейчас выйдем вот на этот вот привычек там посмотрим я просто чему рассказываю вот такие зеленые знаки и в течение этих 30 секунд я проехал под тремя мосточками вот такими и соответственно в кадре у меня были три раза какие-то знаки причем там они даже не по одному знаку веселья как-то даже по нескольку сразу там говорит по горизонтали так они были размещены и и тут я вот как тот водитель у штирлица понимаете и я под потрогал и обалдел я думаю это что теперь получается это значит уже на фривеях снимать нельзя давайте вот едешь по фривею вот мы едем с вами разговариваем если вдруг сейчас какой-то знак выскочит вон там впереди то стало быть я уже чужой какой-то копиратнутый контент к себе видео вставил то есть удивление моему не было предела да то есть они довольно четко поймали что какие-то у меня знаки но в общем удивительно да я конечно как мог значит справившись с чувствами написал протест там есть такая строчка есть такая ссылочка говорят если вы не согласны можете оспорить я естественно начал оспаривать и говорю а да там даже знаете сказать ты ведь толком не дают там сначала идет то что называется мальте получилась вот такого типа знак так он смаз . свисал на мальте получилась говорят что лично что там что здесь что тут ну и потом есть такое поле одно для комментариев вот но я не стал ругаться сильно а я говорю что был на паблик роут все что я снял абсолютно мое собственное чужого не брал вот мол и и они говорят спасибо что вы значит откликнулись говорят они у этих людей есть четыре недели чтобы как-то проявиться в ответ на мой отклик до двадцать четвертого июля там было написано до 24 июля и сами мы говорят они в проблемы значит авторских прав не встал мне не встреваем значит то есть те заявили протест вот мы вам его передали вы написали значит свою о своем несогласии мы им передали если они согласятся с тем что вы ничего такого не брали значит вопросов нет а если вы а если они не согласятся да то соответственно как бы получает что я и не прав очень какая-то такая фигня выходит так нелогичная но видимо с точки зрения там какой-то правовой там и так далее ютюбу надо как-то выкручиваться с этим в общем такая вот фигня но утром сегодня представьте себе утром уже переспав с этой мыслью о том что на хайвей больше не снимать то есть они не то что требуется чтоб я видео убрал они говорят мы деньги забираем с видео там и денег то может быть там пять центов за год набежит но но дело же не в этом в принципе дело я светлане говорю ты представляешь до чего докатился youtube и так на словах я рассказывала с интересом приходит посмотреть а вот еще пять минут назад это было а вдруг раз и нет то есть не дожидаясь четырех недель правообладатель взял и отказался от своих прав у меня были случаи очень похожие на на этот но то есть исключительно похожи единственно что это не было связано со знаками на дороге а это было связано с какой-то музыкой которая там из окна проезжавшие машины было где они и там там получилось так что сразу сначала одна музыка потом другая потом 3 там из разных машин на разных перекрестках короче они мне сразу три претензии на одно на одно несчастное видео выставили при том что там ничего нет вот примерно так же как мы сейчас с вами едем и я им всем написал всем троим так двое отказались один был упертый сказал нет и я тогда подумал подумал репу почесал вообще это видео снял чтобы этим их рядом от нас ни одного цента не досталось вот такая вот история было еще пару случаев когда тоже возмущению праведному гневу вот не было предела и я просто перри монтировал видео я думаю но вот эта часть делать эта музыка их играет думаю да хрен бы с ней вырежу нет такого видео друзья из которого нельзя что-нибудь вырезать без без того чтобы качество таскать и содержание осталось примерно тем так что ну есть исключение но поставок так что вот такая вот интересная тема а я уж думал все думаю но кранты вот так мне немножко на душе отлегло я вот решил с вами поделиться но вообще вот эти технические средства которые там сейчас используются для распознавания там звуков ну там мелодий и так далее они настолько изощренны и сейчас уже знают знаки отлавливаются эти то есть лучше бы они для пользы дела как-то это все использовали вот допустим попал в кадр преступник какой-нибудь правда преступник они бы раз его и определили тут же к вам из органов приходит где снимал что чего как туда-сюда пойти хоть польза была бы какая-то от них вот ну там мои люди в розыске правда так вот они вместо это хотя может они тоже уже используют эти они может быть так нам не скажут а сами используют боже вот так друзья вы идете где-то с вашим лицом так имейте ввиду шесты в розыске и попадетесь какому-нибудь блогеру то все вас могут там отловить если захотят единственно что моё понимание такое что задним числом они не обязательно ищут хотя знаете что ищут иногда бывают приходят претензии на видео которое было снято бог знает когда там и год назад и два года назад и три года назад и вдруг они сейчас бах и говорят вот у вас там что-то такое то есть они могут не только новые подгружаемые видео но проскочим новые подгружаемые видео но они и старые тоже могут задним числом там пошуровать такая вот история все друзья мы с вами прощаемся на время непродолжительное вот и до до новых встреч